МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Американские танки. Кто победит в этой дуэли? Собьтесь, духмитровая пушка, арматы. Может стрелять ядерными боеприпасами. Убийцы в рядах ВВС США. Как гордость американской авиации истребитель F-104 стал для Америки позором? И почему европейские лётчики назвали этот самолёт летающим гробом? Самолёт этот делался как первый в мире перехватчик, который развивает скорость более двух скоростей злота. Эксперимент доктора Милгрэма. Учёные выяснили, на что способны люди под давлением авторитета. Какие результаты получили исследователи? И почему специалисты считают, что этот опыт раскрывает тайну жестокости смотрителей нацистских лагерей? По сути, готовы были убить другого человека. Многие доходили до крайней точки. Самые опасные насекомые планеты. На что они способны и как защититься от них? Как небольшая муха может убить человека одним укусом? Шарка! Я чувствую яд уже в предплечье! Добрый пекарь! Неприметный житель Аляски оказался серийным маньяком. Почему образцовый семьянин убивал женщин? Что нашли полицейские в подвале его дома? Хансен подтвердил, что он пользовался его сексуальными услугами. Но она запросила больше денег и произошёл конфликт. Загадка исчезновения эскимосской деревни. Куда пропали жители поселения на канадском озере Ангикуни? Когда официальная наука развела руками, за дело принялись мистики. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Эксперты сравнили возможности американского танка М1 «Абрамс» с российским танком Т-14 «Армата». Сегодня «Абрамс» – один из самых воюющих и узнаваемых танков мира. Он участвовал в вооружённых конфликтах в Персидском заливе, Ираке, Афганистане и Йемене. В США «Абрамс» наравне с винтовкой М-16, пистолетом 19-11 и вертолётом «Апач» считается символом американской военной мощи. Но сможет ли «Абрамс» противостоять «Армате?» Какая из этих машин выйдет победителем в танковой дуэли? По словам экспертов, «Абрамс» рядом с «Арматой» как телега возле звездолёта. Российский танк – современная машина. «Абрамс» – это разработки ещё 80-х годов прошлого века. У «Абрамса» нет автомата заряжания, поэтому первые шесть снарядов всегда лежат в ногах у танкиста. Остальной боекомплект хранится в задней части башни за специальной бронешторкой. По задумке, в случае самопроизвольного взрыва снаряда эта бронешторка должна защитить экипаж от ударной волны. Но на практике во время боя при интенсивной стрельбе эта заслонка почти всегда открыта. Все танки оборудовали системой пушки с двумя стабилизаторами. Пушка была стабилизирована в двух паскостях для стрельбы сходу. А фактически, особенно в горной местности, он ходил вот так вот. В башне, то есть вы в башне сидите, вы не видите, что происходит внутри. На ученике было очень много людей, танкисту, или получали серьёзные травмы. В нашей «Армате» танкисты сидят в специальной бронекации. Она полностью изолирована от двигателя и орудия. Поскольку перезарядка пушки происходит автоматически, танкисты могут стрелять даже ядерными боеприпасами. На западе только написали, что сапсис двухметровая пушка «Арматы» может стрелять ядерными боеприпасами. Это святая правда, потому что наши пушки «Акация» и «Краснополь» могут стрелять ядерными боеприпасами. Первый ядерный боеприпас поступили, калибра 152 миллиметра, поступили в конце 60-х, начале 70-х годов. Основной танк Америки появился в 1980 году. И вот уже 38 лет его постоянно оснащают дополнительной бронёй. Современная модель «Абрамса» со всех сторон защищена радиоактивным урановым покрытием. Спереди этому танку не страшно никакое оружие. Но его борта, зазор между корпусом и башней, а также мотор, легко пробиваются даже ручными гранатомётами 60-х годов. Российская «Армата» защищена самой современной встроенной динамической бронёй. А в днище нашего танка установлена специальная противоминная конструкция. Это первая в мире активная защита от мин на серийном танке. Кроме того, «Армата» оснащена комплексом «Афганит». Он сбивает любые снаряды и ракеты противника. Когда подлетает, фиксируется под лёд снаряда, ему навстречу выбрасывается небольшой специальный такой снарядник, который его взрывает. Они способны за счёт своей брони, новой, принципиально новой брони, выдержать удар, по сути дела, любого снаряда, который есть сейчас на вооружении в густранатах. Современные танки «Абрамс» вооружены дымовыми гранатами. На «Армате» стоит дымовая защита с наполнителем из металлических опилок. За таким облаком танк не видим даже для радаров. Чтобы «Армата» продолжала вести огонь из-за дымовой завесы, её вооружили беспилотником на электропроводе. Орёк на привязи где-то, на высоте 50 метров, он может видеть объекты, горизонт у него доходит до 37 километров, в ровной местности. С каждой новой модификацией масса «Абрамса» растёт. Сейчас машина весит около 70 тонн и разгоняется до 67 километров в час. Но манёвренность у этого танка очень слабая. «Армата» же весит всего 48 тонн. Максимальная скорость – 80 километров в час. Специалисты шутят, что на этой машине можно даже танцевать. Впрочем, как и на других российских танках. Военно-морские силы Индии снимут с вооружения палубные истребители «Сихарьер», купленные у Великобритании. Всего у Индии 27 таких машин. И 17 из них индийцы потеряли из-за неполадок. Они просто развалились в воздухе. Но даже «Сихарьер» не удалось побить мировой рекорд по аварийности, установленный американским F-104 «Старфайтер». В одной только Германии этот самолёт убил 116 пилотов. И из 916 закупленных немцами машин 292 попали в аварии. Этот мировой рекорд даже спустя более 60 лет не смогла побить ни одна модель самолёта. Но почему истребитель, считавшийся гордостью Америки, превратился в её позор? И каким образом США удалось продать горе-самолёт всем европейским странам? За 43 года эксплуатации истребителя F-104 «Старфайтер» только в авариях и катастрофах, не считая боевых потерь, погибли более 900 лётчиков. По официальным данным, за это время разбились около 2000 самолётов этого типа. То есть половина от всех боевых потерь ВВС США за время Вьетнамской войны. Самолёт F-104 приняли на вооружение 26 января 1958 года. В мае он установил мировой рекорд по скорости – 2259 км в час. В декабре рекорд по набору высоты – 25 тысяч метров за 266 секунд. В американской прессе «Старфайтер» называли реактивным снарядом с человеком внутри. Оснащаем самолёт очень мощным двигателем форсированным. При этом мы ставим на него сверхтонкое крыло. Настолько тонкое, что на стоянке передние и задние кромки закрывались специальными накладками, чтобы никто не порезался. Ну и, соответственно, всё, имеем перехватчик, который действительно очень быстро набирает высоту. Новые F-104 составили основу сразу восьми эскадрильей ВВС США. Но на практике самолёт показал себя не с лучшей стороны. Например, подразделение F-104, направленное во Вьетнам, было почти полностью разгромлено в первом же бою. Оказалось, что в условиях реальной войны эта машина не справляется с поставленными задачами. Этот самолёт весь был одним большим минусом, потому что в жертву скорости и скороподъёмности были привнесены все остальные лётно-технические качества этого самолёта. Американские инженеры создали F-104 машиной с рекордной скоростью разгона и набора высоты. Но по манёвренности этот самолёт уступал практически всем истребителям. Если первые выстрелы пилота F-104 не попадали в цель, у лётчика было мало шансов победить противника в воздушной схватке. Самолёт этот делался как первый в мире перехватчик, который развивает скорость более двух скоростей звука. Он должен был очень быстро набрать высоту, отстрелять по цели две свои ракеты. И, соответственно, после того, как ракеты летят в молоко, он должен был начать стрелять из пушки. Шестиствольная пушка стояла. Собственно, вот для чего он делался. Больше не для чего. Но и это ещё не всё. Когда сбитый Старфайтер падал, кресло с лётчиком катапультировалось не вверх, как во всех других самолётах, а вниз, причём сразу на 400 метров. За секунду пилоту приходилось решать, выстрелить с собой прямо в землю или упасть вместе с самолётом. В инструкции рекомендовалось перед катапультированием перевернуть самолёт кверху брюхом. Представим себя на месте пилота, у которого отказал двигатель. И ему надо, если он летит на небольшой высоте, перевернуть самолёт. А после этого уже катапультироваться. Есть ли у него время и возможность катапультироваться из машины, которая его не слушается? Как он будет переворачиваться, неизвестно. Благодаря активной рекламе США продали тысячи F-104 своим союзникам. От Европы до Азии на всех континентах самолёт получил прозвище «Летающий гром». Самолёты начали биться, потому что самолёт был очень строг в управлении. То есть это отмечали, в общем-то, все лётчики, которые летали. И японцы, и немцы, и американцы, все говорили, что самолёт очень строгий, не прощает никаких ошибок. В Германии из 1216 самолётов разбилось 592. Погибли 349 пилотов. В Канаде из 554 машин разбилось 288. Погибли 237 пилотов. И подобная статистика наблюдалась везде. В Японии катастрофы этих самолётов даже привели к отставке правительства. Однако в Европе последний «Старфайтер» списали только в 2004 году, тогда как в США от F-104 отказались ещё в начале 60-х. Далее в программе. Эксперимент доктора Милгрэма. Учёные выяснили, на что способны люди под давлением авторитета, какие результаты получили исследователи, и почему специалисты считают, что этот опыт раскрывает тайну жестокости смотрителей нацистских лагерей. По сути, готовы были убить другого человека. Многие доходили до крайней точки. Болезнь кивальщика. Что это? Неизвестный вирус или новое биологическое оружие? Почему в Африке дети превращаются в зомби? И есть ли угроза для России? На территории Африки работают 25 секретных американских лабораторий. Самые опасные насекомые планеты. На что они способны? И как защититься от них? Как небольшая муха может убить человека одним укусом? Шарка! Я чувствую яд уже в предплечье! Добрый пекарь! Неприметный житель Аляски оказался серийным маньяком. Почему образцовый семьянин убивал женщин? Что нашли полицейские в подвале его дома? Хансен подтвердил, что он пользовался сексуальными услугами. Но она запросила больше денег и произошел конфликт. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Польские психологи из Университета социальной психологии и гуманитарных наук повторили эксперимент Стэнли Милгрэма, так называемый опыт насилия по указу. Впервые это исследование провели в США в 60-х годах прошлого века. Главной целью проекта было выяснить, что может сделать человек, если в его рабочие обязанности включить насилие. Милгрэм собрал группу из 40 добровольцев. Их поделили на две части. Ученики и учителя. Учителям пояснили их задача задавать вопросы ученику. За каждый неправильный ответ ученик получает разряд тока. С каждой следующей ошибкой сила разряда увеличивается. Каких результатов добился Милгрэм? На что на самом деле способны люди? И почему историки считают, что именно этот опыт открывает тайну жестокости смотрителей нацистских лагерей? С 1963 года эксперимент Милгрэма повторили в Австрии, Голландии, Германии, Испании, Италии, Иордании и Польше. В 2002 году Томас Блас из Университета Мэрилэнда проанализировал их общие результаты. Оказалось, что более половины испытуемых, 61%, готовы по распоряжению руководства причинить боль или даже убить человека. Суть эксперимента заключалась в том, там было несколько ролей. Испытуемого подключали к датчикам, к электродам, сажали, привязывали к стулу. Учитель должен был задавать пару вопросов, запоминание пары слов и при ошибке каждый раз давать удар токов. Автор эксперимента, профессор Стэнли Милгрэм, родился в семье венгерских евреев. Его родные погибли в газовых камерах, поэтому в своих научных изысканиях Милгрэм хотел понять, что произошло с обычными немцами, почему они превратились в садистов. Он утверждал, что в концлагерях работали рядовые жители страны. Никаких специальных отборов на должности смотрителей СС не проводила. Именно поэтому в его опыте приняли участие обычные американцы, люди разного возраста и уровня достатка, мужчины и женщины. Они даже получили вознаграждение 4,5 доллара. Такие условия были, что сумма одинаковая, что каждый, каждый момент может отказаться от участия в эксперименте, и деньги оставляются. Но этим правом, да, так скажем, выйти из эксперимента не воспользовался ни один из них. Подопытные, исполнявшие роль учителей, по громкой связи задавали вопросы ученику. Они не видели его, только слышали голос. За каждую ошибку, отвечающего, били током. Причем с каждым новым промахом сила разряда увеличивалась на 15 вольт. На самом деле роль ученика исполнял актер. Его задача – максимально разжалобить так называемого учителя. Заставить человека пойти против системы и прервать жестокий эксперимент. По мнению Милгрэма, человеку свойственно подчиняться. Мы можем получать жестокие системы, такие, как проявились, например, в виде фашистской Германии и фашизма в период Второй мировой войны. Увы, Милгрэм оказался прав. В его эксперименте приняли участие 40 человек. Из них более половины, 26 человек, дошли до конца. По сути, готовы были убить другого человека. Многие доходили до крайней точки, причем на этих крайней точках уже человек в другой комнате не подавал, в принципе, признаков жизни, но учитель продолжал бить его током. Выходит, им для убийства было достаточно распоряжения неизвестного человека в белом халате. Милгрэм считал, все дело в авторитете. Когда решение продолжать опыт принимал некто третий, а учитель просто получал команду, подопытные не считали себя виновными. Они перекладывали ответственность за происходящее на так называемое руководство. Милгрэм просто, говорю, продолжайте эксперимент. Ну, человеку уже плохо. Я понимаю, но мы должны продолжить эксперимент. Он не говорил ничего, кроме этого. Он просто повторял одно и то же. Давайте, давайте. Любой подчиненный человек, он воспринимает своего начальника как некий авторитет. И ему катастрофически трудно бороться с этим авторитетом. Ему проще выполнить любой приказ, пусть даже не вяжущийся с какой-то его внутренней системой ценностей, чем сопротивляться или отказаться выполнять это требование. Милгрэм утверждал, что именно власть авторитетов превратила целую страну, Германию, в общество садистов. Эти люди не считали себя ответственными за свои поступки. И, возможно, каждый из них по отдельности осуждал происходящее в лагерях. Но в то же время никто из них не был готов пойти против системы. Человечеству угрожает новый вирус. По мнению некоторых специалистов Всемирной организации здравоохранения, на Земле может начаться эпидемия так называемой болезни Икс. Ее симптомы малоизучены. Независимые эксперты считают, что речь идет о мутации загадочного синдрома, превращающего людей в подобие зомби. Его называют болезнью кивальщика. Но что это такое? Откуда взялось это заболевание? И почему жители Африки уверены, что во всем виновата проклятие Вуду? Девятилетняя Вики Ая страдает от так называемой кивательной болезни. По словам ее родных, всего за несколько дней из жизни радостного ребенка девочка превратилась в настоящего зомби. Она не реагирует на окружающих и перестала разговаривать. Ая только раскачивается из стороны в сторону и кивает головой. Погибает часть мозга, которая отвечает за социальное поведение. И усвоение, вообще говоря, знаний полностью отключается от мира. И его движения становятся чисто механическими. Он уже не управляет собой. По данным медиков, в этой деревне на севере Уганды дети, зараженные загадочным вирусом, есть практически в каждой второй семье. От странной болезни нет лекарств. Единственный рецепт врачей держать малышей связанными. Видите шрамы на его лице? Из-за болезни дети не могут контролировать свои движения и часто падают или ударяются о предметы. Они не понимают, что происходит вокруг и могут уйти гулять и не вернуться. До сих пор остается загадкой, откуда появилась эта таинственная болезнь и почему от нее страдают именно дети. Эксперты опасаются. В скором времени эпидемия, начавшаяся в Африке, сможет распространиться по всему миру. Конечно, существует еще гипотеза, что это, возможно, какие-то черви-нематоды, которые заражают организм и вызывают такую аутоиммунную реакцию, которая проявляется в таких поражениях. Конспирологи уверены, что так называемая болезнь кивальщика на самом деле биологическое оружие США. Так, в докладе «Новые рубежи защиты Америки», сделанным неоконсервативными политиками Штатов, говорится, что в скором времени американцы смогут эффективно вести войну не только на суше, земле и воде, но и на внутриклеточном и даже генном уровне. На территории Африки работают 25 секретных американских лабораторий, которые как раз и испытывают новые вирусы. На вот этих детях Африки испытывается биологическое, генетическое оружие путем их прививания, инъецирования и так далее, других, так сказать, в кавычках, гуманитарных мероприятий. По официальной статистике, сегодня в Африке более трех тысяч детей с болезнью кивальщика. Но вирусологи уверены, заболевших в несколько сотен раз больше. Просто суеверные жители не обращаются к врачам. Многие верят, что на их детях лежит проклятие вуду. Во многих странах Африки считается, что дети привлекают бедствия в жизни окружающих людей, поэтому они опасны. Их, попросту говоря, ликвидируют, или, говоря проще, убивают. Это не считается убийством, как таковым. Это считается неким необходимым актом очищения. Некоторые независимые специалисты считают, что именно суеверия местных жителей делают Африку идеальным полигоном для испытания биологического оружия. Ведь ко врачам здесь обращаться не принято, а вспышка любого заболевания или появление неизвестного вируса считаются проклятием и колдовством. Далее в программе. Самые опасные насекомые планеты. На что они способны и как защититься от них? Как небольшая муха может убить человека одним укусом? Шарка! Я чувствую яд уже в предвлечье! Песнь льда и пламени. Что такое теория ледяного мира? Почему Гитлер поверил в сомнительное учение и даже ввел его в обязательную школьную программу? Частично это подтвердилось, потому что по современным данным Плутон как раз состоит из льда. Добрый пекарь! Неприметный житель Аляски оказался серийным маньяком. Почему образцовый семьянин убивал женщин? Что нашли полицейские в подвале его дома? Хансен подтвердил, что он пользовался сексуальными услугами, но она запросила больше денег и произошел конфликт. Загадка исчезновения эскимосской деревни. Куда пропали жители поселения на канадском озере Ангикуни? Когда официальная наука развела руками, за дело принялись мистики. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В мексиканском городе Параль на площади у муниципалитета сотни птиц разбились о землю. Очевидцы утверждают, что птицы падали с неба уже мертвыми. По мнению орнитологов, причиной массовой гибели пернатых мог стать неизвестный вирус или воздушные массы, содержащие некие ядовитые газы. Во время посадки на борту китайского самолета случился пожар. Самовозгорание началось на одной из полок с ручной кладью. Причиной стал внешний аккумулятор для зарядки мобильных устройств, так называемый «пауэрбэнк», находившийся в одной из сумок. Пассажиры сами потушили пожар. Никто не пострадал. В Израиле садовник Бен Шерид нашел средневековое кольцо с изображением Санта-Клауса. Исследователи из научного центра в Нижней Галилее утверждают, что находка относится к XIV веку нашей эры. Предположительно, на кольце действительно изображен лик святого Николая Чудотворца, прообраза знаменитого Санта-Клауса. Ученые составили список самых опасных насекомых на планете. Их укусы не просто болезненные, они смертельны. В опасный чарт вошла гусеница, обитающая на Дальнем Востоке нашей страны. Одно прикосновение к ней может стоить человеку жизни. Яд, которым пропитаны волоски на ее теле, вызывает внутреннее кровотечение и даже может стать причиной кровоизлияния в мозг. Она, как хамелеон, сливается с поверхностью стволов деревьев и листьев. Поэтому жертвами часто становятся лесники и дачники. Что это за опасный вид? И как защититься от него? Каких монстров создали генетики в лабораториях? И как небольшая муха может убить человека одним укусом? Передо мной самая ядовитая гусеница на планете – Ланомия. Вот она, самая опасная гусеница на планете. Ежегодно Ланомия убивает десятки человек. К счастью, живет эта ядовитая насекомая недолго. С момента рождения до превращения в куколку проходит всего 2-3 месяца. По сути, эта гусеница – личинка безобидной бабочки из семейства павлиноглазки. Всего в нем насчитывается около 2300 видов. Из них 12 обитают на Дальнем Востоке России. Личинки всех видов Ланомий похожи внешне и одинаково ядовиты. Это удивительное насекомое заняло почетное пятое место в списке. На четвертой позиции еще одна гусеница – мегалопидовая. На первый взгляд, эта насекомая выглядит совсем не опасным. Она называется гусеницей Дональда Трампа. Ну, по очевидным причинам. Она любит внимание и хочет, чтобы ее заметили. В так называемой шерсти гусеницы спрятаны сотни микроскопических ядовитых шипов. Когда человек дотрагивается до нее, эти иголки пронзают кожу. Человек хватает и неожиданно может ему попасть этот яд. И там одна какая-то тысячная миллиграмма может вызвать смерть человека. На третьем месте в списке самых опасных насекомых планеты – муравьи-пули. Они обитают в Южной Америке, в лесах Никарагуа и Парагвая. В отличие от большинства других представителей своего вида, они живут на деревьях. На свою жертву муравей-пуля падает сверху. При этом насекомое производит громкий писк – сигнал к атаке для других особей. На зов одного муравья могут сбежаться тысячи. Привет, я Койот Петерсон, и я делаю вызов пули-муравью. Вы готовы? Американец Койот Петерсон прославился своей страстью к ядовитым существам. Он позволяет им кусать себя, а потом делится с подписчиками своими ощущениями. Три. О, Боже! Это застряло у меня в руке! Это жало! О, Боже! О, Боже! Это действительно плохо! Жарко! Я чувствую яд уже в предплечье! Как будто бы из пистолета выстрелили в руку и пуля поразила. Поэтому он называется муравей-пуля. То есть болезнен даже один укус. Человек от этого начинает прыгать, плясать, кричать. Яд этих насекомых очень токсичен. Местные жители называют их муравьями 24-х часов, потому что в течение суток после укуса человека мучают судороги и боли. У местного индейского племени укусы муравьёв-пуль – часть жестокого обряда инициации. На 10 минут мальчики засовывают руку в варежку, кишащую этими насекомыми. После такого ритуала у многих подростков наступает паралич, а пальцы на руке чернеют. Почётное второе место в списке самых опасных насекомых планеты получили африканизированные пчёлы. Уникальный вид насекомых-убийц, созданный самим человеком. Якобы таким образом генетики хотели спасти вид от вымирания. Американец Ламар Лакейс из техасского города Кайл стал жертвой нападения африканизированных пчёл. Опасные насекомые поселились на одном из полей его фермы. Когда Ламар ехал на тракторе, пчёлы почувствовали вибрации на расстоянии более километра. Внезапно на фермера налетел целый разъярённый рой. Я понимал, что если я сейчас потеряю сознание, я умру. Они облепили меня всего, но я продолжал бороться. В больнице врачи извлекли из кожи Ламара более двух тысяч пчелиных жал. Яд вызвал сильные отёки по всему телу. Больше всего пострадало лицо. Через двое суток вместо улучшения у него из ушей и глаз пошла кровь. Я сказала ему, Ламар, я люблю тебя. Он был очень близок к смерти. Через две недели Ламара выписали из больницы. Диалис помог вывести яд из крови. По оценке специалистов, в колонии пчёл, напавших на Ламара, было более 70 тысяч насекомых. Яда фриканизированной пчелы по токсичности не уступает змеиному. Несколько укусов могут вызвать анафилактический шок и убить человека. Но самое страшное, эти насекомые приспосабливаются практически к любой среде обитания. Ведь именно такую цель преследовали генетики, создавая этот вид в лаборатории. По оценке учёных, пчёлы-убийцы с каждым годом захватывают сотни тысяч квадратных километров новых земель. И движутся они в сторону Евразии. На первом месте муха-ЦЦ. Это самая опасная насекомая на всей планете. Она – источник инфекции, так называемой сонной болезни. Лекарства от неё нет. По словам врачей, после укуса ЦЦ у человека появляются нарушения нервной системы и постоянное желание спать. Сознание становится помутнённым. Затем человек впадает в кому и умирает. По статистике, сегодня на территориях южнее пустыни Сахара более 500 тысяч человек заражены этим смертельным вирусом. Германские власти оставят в протестантской церкви так называемый колокол Гитлера. Его нашли два года назад в городе Херцхайм-Амберг. Исследователи обнаружили на необычном артефакте гравировку. Всё для отечества. Адольф Гитлер. Сначала городской совет хотел убрать колокол в запаснике местного музея. Но потом власти решили оставить его на прежнем месте, а на стене церкви повесить памятную табличку. Его звон – напоминание о бдительности против насилия и несправедливости. Но мало кто знает, что насилие и несправедливость фюрера основывались на целой псевдонаучной теории. У Гитлера был не только план захвата мира, но и собственная религия, объясняющая законы Вселенной. Что такое доктрина вечного льда? Во что верил самый кровавый преступник всех времён и народов? Песнь льда и пламени – это вполне конкретное учение. В Третьем Рейхе его даже преподавали в школах. Гитлер верил, наша Солнечная система образовалась после столкновения гигантской огненной сферы и скопления космического льда. В 1925 году во все научные институты Третьего Рейха пришло необычное сообщение. Выбор необходимо сделать сейчас – с нами или против нас. В то время как Гитлер очистит политику, Ганс Гербигер сметёт с лица земли все лживые науки. Доктрина вечного льда будет знаком возрождения немецкого народа. Автором этого воззвания стал немецкий инженер Ганс Гербигер. Он верил, что его теория – ключ к мировому господству. Ему приходилось видеть на каких-то металлургических предприятиях, как раскалённый металл падает на снег, например, что происходит взрыв, хлопок. И вот какие-то у него в связи с этим ассоциации возникли, и он выдвинул космогоническую теорию, которая была первая им опубликована в 1913 году, а в 1918 вышла книга. Доктрина вечного льда привела Гитлера в восторг. Он щедро профинансировал исследования Гербигера. Его учения начали пропагандировать среди немецкой молодёжи. У инженера появились десятки тысяч сторонников. Надо понимать, что эта теория не оригинальна. Это теория средневековых алхимиков, можно сказать. Именно тех алхимиков, которые изобрели трансмутацию металла. Гербигер считал, что столкновение двух космических тел, огненного и ледяного, привело к взрыву. Фрагменты так называемого сверхсолнца разлетелись по Вселенной и превратились в планеты, спутники, астероиды и кометы. Частично это подтвердилось, потому что, по современным данным, Плутон как раз состоит из льда планеты. И так называемый пояс Койлера, который тоже сейчас входит в Солнечную систему, это тоже комплекс астероидов, различных тел, которые по составу ледяны. По мнению Гербигера, нашей планете повезло. Частица сверхсолнца попала в ее центр и растопила лед. В созданных температурных условиях зародилась жизнь. Кроме того, ученый полагал, что в древние времена на Землю упали три Луны, а однажды упадет и четвертая. Именно Луна, по учению Гербигера, создала высшую арийскую расу. Луна начинает падать, то есть, когда она приближается, под влиянием силы гравитации, организмы, которые вот в эту попадают зону влияния, они как бы начинают увеличиваться. То есть, вот появляются вот эти динозавры всевозможные гигантские, и в этот момент тоже появляются разные расы. Космолог объявил немцев истинными арийцами и наследниками древних знаний. Остальные расы, по мнению Гербигера, не представляли ценности, и их надо было уничтожить. Немецкий народ – это вот нордическая раса, а есть те, которые откуда-то с юга пришли и как бы ее загрязняли. Вот надо ее очистить, и в дальнейшем она будет подчинять себе все другие народы и так далее. То есть, вот этому служила и данная такая космогоническая концепция, она в это увязывалась. Поэтому, когда ее представили Гиммлеру, он ее поддержал. Первое время научный мир Третьего Рейха отвергал эту безумную гипотезу. Но в 1932 году, после смерти Гербигера, Гитлер признал его гениальным ученым, благословленным богом. По приказу фюрера, теория людяного мира стала обязательным предметом в школах. Учебники по классической физике, математике и астрономии стали сжигать. Германия создавала новую религию. В ней не было места прежним достижениям человечества. Теория Гербигера удивительным образом переплелась с наукой. Доктрина мирового льда стала официальной космогонической теорией тайного общества ВРИЛ, объединившего не только теоретиков, но и инженеров-ракетчиков. По мнению ряда исследователей, вскоре после смерти Ганса Гербигера на основе его теории авиаконструктор Генри Куанда создал дискообразный летательный аппарат. Собственно, немцы стали строить свои первые летающие тарелки. Ханебу – одна из них. Все это в рамках нацистской эзотерической доктрины. Это теория оккультной эзотерической доктрины, я хочу подчеркнуть. Историки утверждают, что Гитлер употреблял психотропные препараты. Возможно, именно поэтому вождь германского народа увлекался столь безумными теориями и финансировал создание летающих тарелок. По другой версии, Гитлер прекрасно понимал, что делает. Его главной задачей было подтвердить исключительность немецкой нации. И доктрина мирового льда идеально подходила для этого. Американские математики разработали алгоритм, предсказывающий действия серийных убийц. Специалисты утверждают, что с помощью математического моделирования можно рассчитать временные промежутки между преступлениями. По мнению экспертов, серийные маньяки, как правило, убивают по определенной схеме. Например, 35 лет назад в небольшом городке Анкорич на Аляске полицейские арестовали местного пекаря Роберта Хансона. За 12 лет он убил более 24 человек. Хансон действовал строго по сценарию и совершал только два преступления в год. Но как примерный семьянин превратился в серийного маньяка? Что нашли полицейские в подвале его дома? В прессе Роберта Хансона назвали мясником-пекарем. Он был хозяином маленькой пекарни в центре Анкориджа. Соседи считали, что он хороший человек и примерный семьянин. Но в действительности у Хансона была и другая жизнь. Дважды в год он устраивал охоту на людей. После каждого убийства Роберт пополнял свою коллекцию трофеев – личных вещей убитых им девушек. Хансон являлся профессиональным охотником. Очень хорошо стрелял, умел обращаться оружием. Ну вот, удовлетворяя свои преступные хищные инстинкты, Хансон устраивал буквально охоту на своих жертв. Убивал их и там же в лесу закапывал. По словам следователей, свое первое преступление Роберт совершил еще в 1971 году. Но выйти на след маньяка полицейским удалось только через 12 лет. В 1983-м 17-летняя проститутка Синди Полсон заявила, что стала жертвой изнасилования и покушения на убийство. Она очень детально описала полиции того, кто ее похитил и насиловал. Это оказался человек, которого все очень хорошо знали. Роберт Хансон идеально подходил под описание Синди. Его выдало заикание. Девушка обратила внимание, что нападавший с трудом произносил многие слова. Но самое удивительное – пекарь не отрицал, что встречался с проституткой. Хансон подтвердил, что он пользовался ее сексуальными услугами. Но она запросила больше денег и произошел конфликт, в результате которого вот она на него наговаривает. Знакомые друзья Хансона обеспечили ему алиби на то время, которое якобы там насиловал ее. И в результате поверили Хансону и его отпустили. Всего через несколько месяцев во время постройки новой дороги в лесу неподалеку от Анкориджа полиция нашла останки нескольких женщин. Все они были застрелены из одного оружия. Детектив, который расследовал данное преступление, оказался тщательным человеком. При расследовании данного дела были привлечены психологи, которые дали примерный портрет преступника, который совершал эти убийства. Они описали его как тихого застельщего человека, который не пользовался успехом у женщин и, возможно, заикался. В описании тихого семьянина, страдающего заиканием, следователь узнал Роберта Хансона. Но как мог обычный пекарь превратиться в жестокого убийцу? Он родился в семье, где отец был тиран, а мать была простой обычной женщиной и всегда слушалась мужа. Он чувствовал себя изолированным от мужского влияния. В школе у него были очень большие проблемы, он не мог общаться с девушками и с другими ребятами. И все это в итоге вылилось в убийство и постоянные издевки над девушками. Детектив Глен Флотт получил ордер на обыск дома Хансона. В подвале полицейские обнаружили ювелирные украшения, водительские права, одежду и даже волосы жертв. Кроме того, следователи нашли у Хансона необычную карту. Полетная карта самолета, где крестиками отмечены были места захоронения жертв Хансона. Некоторых из них и как раз нашли при прокалке дороги в лесистой местности Анкуриджа. На допросах Хансон отрицал свою вину. Он признался в убийствах только после заключения сделки с обвинением. Прокурор пообещал провести закрытое заседание и обеспечить безопасность семье Роберта. Из 24 убийств, столько крестов было отмечено на карте маньяка, Хансон подтвердил только 17. Но самое удивительное, он не сожалел о содеянном. Из протокола допроса Роберта Хансона. 22 февраля 1984 года. «Я никогда не убивал приличных женщин, но проститутки были чем-то еще. В социальной иерархии проститутки стоят гораздо ниже, чем я. Я мог убить их безнаказанно и без зазрений совести». В 1984 году суд приговорил Хансона к 461 году заключения без права апелляции. Четыре года назад Роберт Хансон умер в тюрьме. Канадские исследователи возобновили дело почти 90-летней давности. 12 ноября 1930 года на берегу озера Ангикуни исчезла целая деревня эскимосов. Никаких следов нападения или природного катаклизма не было. По словам обнаружившего пропажу охотника, даже печи в домах были растоплены так, словно хозяева собирались готовить обед. Но куда делись люди? В легендах местных жителей озера Ангикуни – проклятое место. Якобы здесь обитают духи, способные забирать жизни людей. Но неужели мифические существа смогли забрать целую деревню? И если люди погибли, почему никто не нашел их тела? Что же на самом деле произошло в эскимосской деревне? Канадские уфологи считают, целую деревню эскимосов похитили инопланетяне. По словам жителей соседних поселений, они не раз видели над озером светящиеся объекты. Когда официальная наука развела руками, за дело принялись мистики, уфологи. Единственным разумным предположением явилось то, что явилась некая третья сила, которая забрала всех людей. В ноябре 1930 года охотник Джо Лабель направлялся к деревне эскимосов на озере Ангикуни. Он хорошо знал ее жителей и всегда останавливался здесь, возвращаясь в город. Но в этот раз Лабеля никто не встретил. До привычного лая собак он не услышал и также не услышал никакой суеты, которая бы говорила о том, что в деревне есть какая-то жизнь. Тогда, когда он вошел в пределы деревни, по сути дела, он обомлел от ужаса. Не было никаких признаков существования человека. Возле брошенных жилищ охотник нашел мертвых собак. Выглядело так, словно животные умерли от голода. Во многих домах даже топились печи. Когда он обследовал дома, то он увидел, что в некоторых местах обед только-только был приготовлен. Если бы они ушли, например, в другое место, они бы, по крайней мере, поели и забрали с собой посуду, но и оружие также оставалось на месте. Все было не тронуто. Позже в деревню прибыл конный патруль. Полицейские обыскали близлежащую территорию, но никого из жителей не нашли. Единственное, что было обнаружено, разоренные могилы на эскимосском кладбище. Причем могильные камни сложены аккуратненько рядом с могилами. Земля тоже как бы в аккуратных кучках лежит. И, соответственно, все останки прародителей этого села, они изъяты. То есть они как бы вытащены очень аккуратно. Для эскимосов это было очень странно, с учетом их верования, что они очень уважали своих предков. Разрыть могилы для них это было чем-то невероятно. Даже поисковые собаки не взяли след пропавших. Власти выдвинули версию, что эскимосы просто решили сменить место своей стоянки и ушли. Но куда? И почему они оставили все свое имущество? Неужели их действительно похитили духи озера или инопланетяне? По словам религиоведов, упоминания о небесных богах, забирающих в свой мир целые поселения, есть в мифах разных народов мира. У эскимосов тоже была похожая легенда. Эскимосы верили в небесных духов, которые обязательно должны спуститься и спасти их. И в принципе сама их религия предполагала некоторое абсолютно реальное взаимодействие людей с теми божествами или духами. Специалисты считают, что возможно эти суеверия и стали причиной исчезновения целой деревни. Жители соседних поселений рассказывали полицейским, что местный шаман сошел с ума и пугал своих соплеменников рассказами о гневе духов озера. Якобы они требуют, чтобы эскимосы ушли из этих земель. Увидев в небе загадочное свечение, шаман мог принять его за знак свыше и приказать людям немедленно покинуть поселение. По словам специалистов, светящиеся объекты над озером, скорее всего, были габаритными огнями самолетов. Суеверные эскимосы приняли их за нечто потустороннее. Как предполагают исследователи, напуганные люди не подготовились к дальнему походу и погибли от холода вдали от дома. Королева детектива Агата Кристи утверждала, что докопаться до правды никогда не поздно. Давайте искать ее вместе. С вами был Олег Шишкин. Вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин